Доброе утро, дорогие друзья! Мы приветствуем всех, кто в эти минуты присоединяется к нам на канале Россия. Напомним вам, что 3 мая в Карачаево-Черкесии отмечается День Возрождения Карачаевского Народа. Небольшая историческая справочка. В начале мая 1957 года, после долгих 14 лет, ссылки карачаевцы возвращались в родные песта, на родную землю. 20-й портсъезд, который состоялся в феврале 1956 года, осудил культ личности Сталина, его политику в отношении всех репрессированных народов. И тогда же на этом съезде были приняты главные документы, восстановившие историческую справедливость. И карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, калмыки, немцы возвращались на родину. Появился и ветер перемен, я бы сказала, началась эпоха возрождения, эпоха возрождения карачаевского народа. На эту тему сегодня будет говорить наш утренний гость. Я с удовольствием представляю вам Шагавана Мусаевича Татаркулова, доктора экономических наук, профессора, руководителя исполкома регионального отделения общественной организации Карачаево. Доброе утро! Добрый день! Прежде всего, спасибо вам большое за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию. И вы знаете, каждый раз, когда мы с вами, с вашими коллегами обращаемся к теме возрождения, сталкиваемся с таким моментом, что возрождение непременно, даже не параллельно, а скорее пересекается с другой трагической датой в истории Карачаевца. Даты 2 ноября 1943 года, когда карачаевцы подверглись депортации. Профессор, чего мы с вами не должны забывать? Говоря о возрождении карачаевского народа, необходимо вернуться к событиям трагическим 1943 года, когда карачаевцы были в течение буквально нескольких часов загружены в машины и выселены в районы Средней Азии. Это была большая трагедия народа, и сегодня, конечно же, нельзя забывать о том, что более 69 тысяч карачаевцев были загружены, отправлены в Среднюю Азию. Среди них было 53% составляли дети, около 22% это были женщины, только 18% мужчины. Шла война, в 1943 год, и это в основном были старики и инвалиды. Далее, вот я вспоминаю, мать у меня рассказывала, она была 7-летней девочкой в период депортации, они были в Средней Азии, в Казахстане, в районе Чу, и она вспоминала, как зимой плевок ее уже в землю сосулькой падал. Непривычные условия этой жизни приведели к большим потерям среди населения. При этом надо отметить, что карачаевцы были разоселены в 480 населенных пунктов. Это, наверное, первый шаг был к ассимиляции всего народа. И если бы не период возвращения карачаевского народа, стоит большой вопрос, насколько карачаевский народ смог бы сохраниться. Говоря о 63-х выселенных тысячах населения карачаевцев, нельзя забывать о том, что в тот период 15600 человек, то есть каждый пятый карачаевец был на фронте. Более того, 2000 населения были призваны в трудовой фронт окопы рыть, и были задействованы в оборонительных мероприятиях. И безусловно, в этот период говорить о выселении карачаевского народа было величайшим преступлением. И вот 1957 год был первым шагом к восстановлению справедливости. И мы сегодня говорим о справедливости в отношении карачаевского народа. Но, собственно говоря, он коснулся всех репрессированных народов, которые действительно испытывали большие трудности. Мы говорим о 43-м году, но почему вы не вспоминаем 48-й год, когда было принято специальное постановление, которое предусматривало за побег до 20 лет каторжных работ. Все люди были закреплены. И сегодня, наверное, надо говорить о том, что этот период интеллигенции карачаевцев, наиболее трудоспособное население было выкашено. И действительно, сегодня, говоря о 57-м году, о 20-м съезде Коммунистической партии Советского Союза, хотя его многие предлагают, можно говорить о том, что он способствовал возрождению карачаевского народа. И, в общем, расчетное исследование, которое мы проводили, этим занималась комиссия по реабитации карачаевского народа, говорит о том, что порядка 27 тысяч карачаевцев, из них порядка 70% это были дети, были умерли в период депортации, который проходил с 1943 по 1957 год. Вы знаете, я в жизни работаю с молодежью достаточно долго, и меня очень беспокоит то, что, говоря о депортации, выселении карачаевского народа, я часто сталкиваюсь с тем, что молодежь не интересуется, к сожалению, этим вопросом. Многие не знают этого вопроса. И вот я считаю, что была величайшая трагедия для карачаевского народа, виной нам перед теми людьми, которые погибли в Средней Азии, если мы забудем этот тревожный, тяжелый период жизни карачаевского народа. Мы знаем, что в начале 90-х была создана реабилитационная комиссия, комиссия по реабилитации, и огромная работа была проделана за это время, были приняты на государственном уровне основополагающие документы, на основании которых, в общем-то, ишла дальнейшая работа. Но, тем не менее, остается очень много вопросов нерешенных. И, в общем-то, в конце этого абзаца, назовем его так, реабилитация, стоит еще большой жирный знак вопроса. Какие вопросы в качестве, вот вы возглавляете исполком, вам, да, предстоит решить еще, и удается вам решать на сегодняшний день? Если позволите, я бы, наверное, чуть-чуть вернулся обратно. В 1957 году, когда начался процесс реабилитации всех репрессированных народов, в части, касающейся карачаевского народа, было принято несколько нормативно-правовых актов, которые определяли, какая помощь должна быть оказана возвращающим карачаевскому народу. Безусловно, это были по тем временам достаточно значительные средства. Первая позиция. Вторая позиция, проведенная нами анализ в рамках комиссии по реабилитации карачаевского народа, подтверждает о том, что эти деньги были централизованными органами власти, выделены. Другой вопрос. Мы столкнулись с тем, что значительная часть средств была использована, на мой взгляд, опять-таки, я, как экономист, говорю свое мнение, неэффективно. А работа комиссии, она достаточно эффективная была, на мой взгляд. В 1991 году под руководством секретаря обкома партии Гучаева Бориса Хаджихматовича была сформирована комиссия. И так получилось, что среди членов комиссии я был самым молодым, молодым кандидатом наук тогда еще. И я помню прекрасное отношение, во-первых, ко мне, во-вторых, работоспособность комиссии. Выступление, я как сегодня помню выступление для примера, я приведу полковника ФСБ того времени, Салпагара Убелял, который достаточно четко расставил акценты, которыми придется нам сталкиваться. Это вспоминаю и других членов комиссии, которые принимали участие активное в работе по составлению окончательного акта. И в течение нескольких месяцев нами был создан достаточно компактный, достаточно серьезный документ, который определял проблемы, определял источники финансирования, и определял пути решения проблем, которыми сталкивался карачаевский народ в период восстановительных работ по возвращению на родину. Вопросы восстановления, реабилитации репрессированных народов мы должны исходить из того, что жизнь проходит. И сегодня самое главное не только не забывать этого, а предпринимать меры, которые бы нам позволили не допустить такое отношение к какому-либо народу, не только карачаевскому, а, собственно говоря, к любому другому народу. Хотел бы отметить вот те цифры, которые я первоначально говорил по выселенным, по расселениям, ТДТП. Это цифровой материал, который мы получали в рамках деятельности комиссии по реабитации карачаевского народа 1991 года. И по итоговым документам, они были у нас изданы вот в такой книжечке. Я сегодня захватил специально для работников телевидения «Россия». Хотел подарить, если у кого будет интерес, чтобы ознакомились, работая комиссией по реабитации карачаевского народа. Это часть материала, кроме того, исторические воспоминания людей, которые были на выселении. Спасибо. Мне хочется сказать, что карачаевцы возвращались в родной дом, а дома стены помогают. То есть восстанавливать хозяйство, восстанавливать свою, когда-то вот так вот брошенную, может быть, на полпути жизнь, создавать семьи, рожать детей. Все это помогала родная земля. Родные стены, воздух, я не знаю, горы, реки, все, что было в то время, все, что окружало наш народ карачаевский. Тем не менее, о трудолюбии карачаевцев рассказывать даже не надо. Народ очень трудолюбивый, доказывать этого тоже никому не нужно. Что, по-вашему, сегодня, вот уже в 21 веке, мы отмечаем 67-ю годовщину, сначала возвращение карачаевцев на историческую родину. Что сегодня нам хотелось бы делать, дабы достичь еще больших успехов, чтобы к еще большему совершенству не двигаться? Да, действительно, переходя с 43-го года в период, 57-й год, наверное, надо уже с улыбкой на многие вещи смотреть, радостное событие было. Даже, представьте, 57-й год, май месяц, кругом тепло, все цветет, возвращение карачаевского народа. Мы можем только представить сегодня, что испытывали те люди, которые после 14 лет лишения возвращались в родину. Хотя при этом будем объективны, к 57-му году уже карачаевское население в Средней Азии достаточно хорошо устроилось. Но когда стала возможность вернуться на родные земли, практически все собрались в едином порыве возвращаться. Сегодня можно констатировать, что, в принципе, на сегодняшний день мы достаточно динамично развивающуюся республику имеем. В создавшихся условиях свои плюсы и минусы везде есть. Посмотрите, какие у нас дороги, посмотрите, какая помощь оказывается сельскому хозяйству, посмотрите, какие туристические центры строятся в Карачаево-Черкесии, проект Дабай, проект Архэс. Строится, буквально недавно принято постановление, благодаря усилиям руководства нынешней Карачаево-Черкесии, решение строительства аэропорта в Карачаево-Черкесии. И это, безусловно, оказывается положительное действие на развитие экономики в целом. При этом я позволю себе небольшое, я часто на конференциях выступаю, говоря, что в экономике есть такое понятие пилотные проекты. Это, например, развитие Дамбая, железных дорог, дорог, которые позволяют быстрыми темпами развивать какие-нибудь отрасли, так называемые пилотные проекты. Это очень хорошо, они будут примерами. Но при этом надо знать, что то же самое развитие туризма в Карачаево-Черкесии даст 20 тысяч рабочих мест. Нам-то нужно уже порядка 200 тысяч рабочих мест. С учетом того, что в течение последних лет экономика не развивалась динамично. Поэтому, на мой взгляд, необходима комплексная программа развития Карачаево-Черкесии с точки зрения экономического развития. Я очень люблю историю. Я часто этим занимаюсь. Но история, наверное, хороша до того момента, когда она мешает жить молодежи, когда она начинает мешать жить современным людям. Мы должны брать пример с историей, на мой взгляд, и дальше разрабатывать пути развития межнациональных отношений, развития экономики. А если эти вопросы будут решаться, я думаю, в Карачаево-Черкесии к той межнациональной спокойствии, которая сегодня есть, тем пилотным проектом, который сегодня, безусловно, в Карачаево-Черкесии является достижением нынешних властей, прибавится, скажем так, развитие всего населения в целом. Первое поколение 1957 года, которое вернулись в выселение, к сожалению, вынуждены были больше думать о работе, воспитании детей, о хлебе насущем. А вот вопросы, касающиеся развития, программ развития, новых направлений деятельности, скажем так, информатика и другие новые направления, которые могут дать рвок в развитии экономики Карачаево-Черкесии, это, наверное, проблема нынешнего поколения, а может быть уже следующее поколение, которое вырастает. Здесь я должен сказать, что очень часто молодежь критикует, опять-таки, исходя из того, что я работаю с молодежью, должен сказать, что у нас очень много хороших ребят, очень заинтересованных. Другой вопрос, найти эти рычаги воздействия на молодежь, это уже требует, скажем так, большой трудоемкой работы, и этим мы должны заниматься все. От души вас поздравляю с праздником, и хочется пожелать вам сил, терпения, успехов, а еще мне очень импонирует ваша позиция по отношению к нашей молодежи. Это здорово. Я думаю, что они в вашем лице ведут не только преподавателя, педагога, но и еще соратника, наверное, и какую-то такую движимую силу, что ли, вперед. Спасибо. Спасибо большое вам тоже. Спасибо за приглашение. Все-таки общение такое всегда, оно приятно. Я хотел бы точно также поздравить вас с праздниками майскими, в том числе и с Днем Возрождения Карачаевского народа. При этом хотел бы обратить внимание, что наша общественная организация каждый год обращается к руководству Карачаева Черкесии с предложениями по чествованию Возрождения Карачаевского народа, травмных мероприятий. И спасибо большое руководству Карачаева Черкесии, которая организовала Оргкомитет по данному вопросу, в том числе с участием наших представителей нашей общественной организации Карачаево, Карачаэланд Халка. Я очень надеюсь, запланированные нами мероприятия будут исполнены. Спасибо вам большое. Друзья, на этом наша программа подходит к концу. Я хочу напомнить вам, что сегодня гостем нашей студии был Шагабан Тадаркулов, доктор экономических наук, профессор, руководитель исполкома региональной общественной организации Карачаево-Алан Халк. С вами была Галина Алиева. Всего самого доброго и оставайтесь на канале Россия.